Добрый день, меня зовут Юлия, и сегодня я хотела бы поговорить с вами об одном очень интересном упражнении, найденном мною на просторах интернета. В статье, в которой я его нашла, говорилось о том, что это упражнение, в свою очередь, вычитано автором из книги под названием «Упражнение из ада». Поработав некоторое время над этим упражнением, я поняла, что от него действительно есть сток. В первую очередь, оно направлено на развитие переменного штриха, также оно помогает развить скачки через струны и контроль за обеими руками, ну и, конечно, синхронизацию. Автор статьи советует доводить это упражнение до скорости 160 ударов метронома в минуту. Если вы пока не можете достичь такой скорости, то не советую зацикливаться на ее наборе, а стоит просто работать над тем, чтобы играть в упражнение максимально чисто и максимально синхронно. Тогда в любом случае будет толк, и через какое-то время вы сможете к нему вернуться, и рано или поздно, я уверена, разовьете скорость до нужной величины. Итак, упражнение. Вот таким вот образом оно выглядит в темпе 160 ударов в минуту. Сейчас я немного снижу темп и продемонстрирую вам, как оно звучит более понятно для слуха. А потом покажу его совсем медленно и разъясню, как играть. Опражнение в темпе 80 ударов в минуту. Играется упражнение самым простым образом. Здесь нет никакого свипа, никакого эконома пикинга. Все играется только на переменном штрихе. Сначала мы играем хроматически от седьмого лада. 7, 8, 9, 10. Потом мы перескакиваем на четвертую струну. Играем здесь то же самое. Следом мы ходим на струну вниз, на пятую. И здесь тоже играем 7, 8, 9, 10. Потом снова скачок через струну на третью струну. И здесь мы уже играем 8, 9, 10, 11. Следом идет скачок на четвертую струну. Мы снова повторяем то, что мы на ней играли. 7, 8, 9, 10. И дальше идет скачок на вторую струну. Здесь мы играем уже 10, 11, 12, 13. Следом скачок на третью струну. 8, 9, 10, 11. И скачок на первую струну. 10, 11, 12, 13. Это первая часть упражнения. Здесь именно отработка скачков идет. Дальше уже более тонкая работа. Освоить первую часть упражнения, как ни странно, гораздо проще. Наверное, как раз за счет того, что работа над первой частью более грубая. То есть мы сместились на другую струну, значит у нас снова идет фраза. Во второй части упражнения мы будем перемещаться в основном по одной и той же струне вперед. Вперед по грифу перемещаться руке куда проще, чем назад. Поэтому, наверное, здесь применено именно такое движение. Для перемещения назад, в эту сторону по грифу, используется отдельное упражнение. Лучше отрабатывать этот навык отдельно. Итак, вторая часть упражнения. Мы играем точно так же с шестнадцатыми. 11, 12, 13, 14 12, 13, 14, 15 13, 14, 15, 16 14, 15, 16, 17 14, 15, 15, 16 А следом идет небольшой такой заворот. 16, 17, 16, 15 19, уже на второй струне 18, 17, 16 Снова 19, 18, 17, 16 на третьей струне и завершаем на пятнадцатом лапу. Вот такое вот упражнение. Советую начинать с самой низкой величины. Начинайте от 80 ударов БПМ. Если тяжело, играйте ниже. Главное освоить на низкой скорости его. И чем больше вы будете им заниматься, чем ответственнее вы будете подходить к этому вопросу, тем скорее вы сможете переключаться на более высокие скорости. Потому что, когда идет речь об отработке скоростных навыков, отработка какого-то кусочка на низком темпе, как правило, занимает больше времени, чем поднятие его до нужного вам высокого темпа. То есть, получается, что на каждом темпе гитарист разное время тренируется. Поэтому не стоит переживать, если вы где-то застопорились, если вы где-то зациклились. Главное не отчаиваться и главное переходить к новому темпу, только в случае, если вы хорошо освоили предыдущий. У меня все на сегодня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok